Всем привет! С вами Андрей Чент и это новый выпуск Беременна в 16! У нас новая героиня, я думаю, что это заслуживает лайка от вас, вам не сложно, мне приятно. И давайте же, в общем-то, начинать. И да, после окончания не забывайте заглядывать на мой второй канал Чент ТВ Лайф, если вы любите реакции от меня, там другие шоу, которые многим заходят, поэтому добро пожаловать. Ну что, вы готовы? Мы начинаем! Глаза, профи. Привет! Меня зовут Олеся, мне 17 лет, я из города Екатеринбург. И я беременна. Большую часть своей жизни я провела во дворах. Меня даже прозвали первой оторвой в городе, потому что характер у меня еще тот. Лучше держаться от меня подальше, ведь если я не в настроении, то отхватят все. Это что за ***? Другой районный, девчонка так, пожалуйста. Вставай, вставай. Давай по-быстрому. Иди давай, ***, районный. Я пацанка, ругаюсь как бы матом. Я взрываюсь полуоборота, и потом меня просто не остановить. Именно на улице я проводила все свое время и чувствовала там себя как дома. Часто прогуливала уроки, чтобы вместо них встретиться с друзьями на районе. Я окончила только 9 классов школы, и то с трудом. Сейчас я нигде не учусь, но мечтаю стать физруком, потому что мне нравятся мужские профессии. Да и тем более учить-то много не надо, главное бегать быстро. А это я умею. Сколько раз сама от полиции убегала? Мне 17 лет, и на моем, так сказать, счету уже 3 административных правонарушения. Первый раз я столкнулась с ПДН из-за того, что в 13 лет я находилась на улице в 12 часов ночи. А несовершеннолетним это запрещено. Потом я загремела туда, потому что мать подруги подала на нас в розыск, хотя мы просто тусовались на лавке. Интересно, какие у нее родители. В этот раз я спалилась пьяная, еще настолько сильно я грубила ПДН. И еще самое, вот я не знаю, почему я так поступила, я уснула в дежурной части на полу. Это было жесть. Я понимала, что если я продолжать буду в таком же темпе жить, то ничего хорошего из этого-то не выйдет. Я плохая девчонка. Я понимаю, что такое меня сделала улица. Но именно на улице я искала то, чего мне так не хватало в моей настоящей семье. А родители примерные такие, да? Учителя в школе. Внимание и признание. С детства мне мама не давала ни тепла, ни любви, ни заботы, ни уюта. Я не помню, когда в последний раз спрашивала, как у тебя дела. Мило, допустим, называла, обнимала. Для мамы всегда была важна ее личная жизнь. Мне кажется, что мама искала любовь в мужчинах, а не в детях. А мать любит тоже выпить? Что, есть что-нибудь покушать? Я не поняла, ты маленькая, что ли? Встала, да приготовила, руки, ноги есть. Понятно. Чувствуется любовь. Ладно. Алисия, она у меня очень сложный ребенок. Она привыкла получать то, что она сама хочет. Все внимание только ей. Мадам, вы пьете? Раньше, когда она была маленькая, так и было. Но когда братик, сестренка у нее появилась, все внимание всем младшим было. Мою маму зовут Анжела Феликсовна. Ей 33 года. Она работает продавщицей в продуктовом магазине. Получает около 1600 рублей за смену. Больше она зарабатывать не может, так как после школы поступать никуда не стала, потому что в 15 лет забеременела мной. Ребенок я не запланирована. Я чувствовала себя в детстве ненужной. Доходила до того, что она говорила, что я не хотела тебя рожать, в общем, сделала аборт. Папу своего я никогда не видела. Знаю лишь то, что зовут его Максим. И он очень хотел, чтобы вместо меня родился мальчик. Помню, мама мне рассказывала, она выходит с УЗИ, говорят, ей девочка, она звонит ему, и он говорит, ну, все, пока. У меня есть брат Кирилл. Ему 14 лет. И сестра Динара. Ей 9. Мы все живем вместе в однокомнатной квартире. А от кого она рожает? Не знаю, что делаешь. Ты глубокие делаю, что я не видишь. Это были какие-то другие мужчины. Что делай, делай. Правильно делай, я потом проверю. Кирилл. Что-то я делаю. Нормально. Мама родила всех нас от разных мужчин. Первого отчима я не помню. А вот второго никак забыть не могу. Ну, мама получала пи***. Ей ребра ломали, челюсти ломали. Она в крови прям была. Она харкалась кровью, обливала кровью. Это все происходило при мне. Когда мне было 13, мама чуть не покончила жизнь самоубийством. Потому что узнала о похождениях отчима. И это все произошло на моих глазах. Я пи***. Куда она эту веревку пи*** повесила? Встала на стул и что-то делала. Я побежала к соседям. И они помогли спасти маму. Прошло уже несколько лет с того дня, но я до сих пор все помню. Как будто бы это было вчера. Ну, для меня казалось, что надоело. Вот эта вот бедность. То, что муж меня не понимает. Дети меня не слушают. Поэтому пойду и... Мало денег. Вообще, мне кажется, что женская судьба в нашем роду такая себе. А, там и бабушка еще? Моя мама бабушка тоже родила рано. И их отношения сейчас нельзя назвать теплыми и заботливыми. У меня мама тоже так же, как и я же, с многими мужчинами жила. Это у нас, наверное, наследственное. Мою бабушку зовут Хасиба Минуловна. Ей 54 года. Работает уборщица, живет в городе Красноуфимске. Это в четырех часах езды от Екатеринбурга. Все мужики казны. Поэтому сейчас видимся мы редко. Как у вас с мамой? Да, все плохо. Постоянно ссоримся. Из-за бытовых тем. Считай, там посуду не помыла сразу. Надо мозги делать. Не убралась. Надо мозги делать. Ты вот, например, копия мама. Мама тоже такая же была. Все заставляла. Мы разные. Олеся с детства такая капризная. И все время мать просит. Мама, помоги. Мама, сделаем. Мы с мамой никогда по душам не разговаривали. Но я всегда тянулась к ней и старалась наладить отношения. Однако это было безответно. Как жить в таких условиях, когда тебя никто не слышит, тебя не существует. Тебя не хотят воспринимать вообще. После всех уличных потасовок, полиции и ссор с мамой я думала, что ничего хорошего в моей жизни уже не будет. Ну, появился он. Но я ошибалась. Я встретила своего самого любимого человека. Парня, который меня слышит и понимает. Его зовут Володя. Мы познакомились с Володей в общей компании. Я обратила на него внимание, потому что он был единственным парнем, который не пил алкоголь. Вот это да, подумала я. Такое разве бывает? Надо исправить. А ты чего, Володя, сидишь и не ешь? А не к чему? Ну, хотя бы соку пей. О-о-о. Да, он устраивает, Володя. Да-да, Володя, давай. Олеся мне понравилась внешностью, глазами, улыбкой. Но еще больше меня удивило то, что он ко мне не приставал. Даже не попытался приобнять. Обычно пацаны на нашем районе недолго думают. Сразу пытаются склеить. Я боялась, что Володя, как и другие мужики, начнет там ко мне приставать. А он не такой. Он какой-то другой такой загадочный мне показался. Когда мы разошлись по домам, я не могла перестать думать о Володе. Набралась смелости, написала ему в соцсети и сама предложила погулять. Так и закрутилась. Мы стали видеться каждый день. Мы целыми днями могли гулять, общаться, смеяться. Володя мне не отказывал ни в чем. Шаурма, там ресторанчики. Володя перевернул полностью мою жизнь. И я даже забыла о своей старой компании. Через две недели он мне предложил встречаться. Конечно же, я согласилась. А как отказаться? Ведь он мне показался идеальным. Каждое свидание было не похоже на предыдущее. Володя поддерживал все мои шалости. Мне было с ним так весело и легко. А сколько подарков преподнес мне Володя? Мне в жизни никто не дарил. Он мне подарил новый телефон, когда мой сломался. Я думала, что он попросит взамен что-то такое интимное. Но он просто подарил, я сказала спасибо, и все, на это все закончено. И не пришлось это как-то вообще... И таким принцем мне самой захотелось превращаться из пацанки в принцессу. Первый раз, когда я Олесу увидел, она вела себя как немного хулиганкой такой. Типа пацанкой. И мне это как бы не очень понравилось. Но потом, некоторое время спустя, она показала себя женственной. Вообще за собой ухаживать начала. Я раньше не делала, допустим, ногти. Ну, я грызла ногти, а тут я хочу сделать красивый маникюр, чтобы он заметил, чтобы ему было приятно. Володе 19 лет. Учится на повара-пекаря. Работает в общепите поваром. Получает 35 тысяч рублей в месяц. Он сейчас снимает квартиру на двоих со своим другом Димой. Ты что, так повеселел сразу же? Да, ничего. Не, давай-ка, лись. Что происходит? Я девушку нашел. Ну, и что, как? Все на месте? Да, все на месте. Нормально? Нравится? Да. Фотка-то есть? Нормально. Не мой вкус, конечно, но раз тебе нравится, как... Не мой вкус, так это не тебе, блин. Не, ну такая, конечно, стремноватая. Не, ну тебе нравится, да, ну понятно. Ну, я затерлал. Ну, вообще, конечно, боже, ужас какой. Чувак вообще, блин, максимально тактичен. Мне вообще. Я зацепил Олесю тем, что... Это не мой вкус. У нас жизненные ситуации похожи, и я простой парнишка. И ей таки нравится. Мы с Володей оба из неблагополучных семей. Нам есть, что обсудить друг с другом. Правда, у него ситуация еще хуже, чем у меня. Его маму и папу лишили родительских прав из-за того, что они пили и не кормили детей. Володя вырос в детском доме с музыкальным уклоном. Он умеет играть на фортепиано и духовых инструментах. У меня вообще никогда в окружении не было ребят, которые бы увлекались чем-то еще, кроме улицы. Алисина Борисовна, добрый день! Слышу музыку, разливается на весь коридор. Это наш Володюшка. Слушайте, как быстро время бежит. Как ты вырос? Детский дом для меня как второй дом. Там одна большая семья. И я туда могу в любое время прийти и пообщаться. Меня там ждут, меня там поддерживают. Бывает, даже кормят, если я голодный. Когда Володе исполнилось 16 лет, ему посчастливилось обрести семью, с которой Володя меня познакомил всего лишь спустя неделю наших отношений. Его папе Руслану 41 год. Он работает системным архитектором в крупной IT-компании и получает около 200 тысяч рублей. Маме Ольге 39 лет. Она сейчас в декрете. У них растет трое родных дочерей. Динара 15 лет. Карина ей 10. И самая маленькая Аиша. Совсем скоро ей будет 2 года. Я считаю, что нам достался совершенно потрясающий ребенок. Вообще он очень добрый, он очень отзывчивый. Для него очень много значит семья. Характер у него очень покладистый, очень мягкий. Я так сильно обрадовался, что меня взяли под опеку. Я очень благодарен им, что они помогли мне с финансами. То, что они мне дали заботу, тепло. Месяц назад семья Володи переехала жить в Армению. Потому что организация, где работает его папа, теперь располагается там. Володя с нами отказался ехать, потому что на тот момент он уже встретил Олесю. Я, конечно, очень переживаю по этому поводу. Но так как он уже совершеннолетний, я считаю, неправильной силой тащить взрослого парня. А с его семьей мы часто созваниваемся. Я мечтаю полететь к ним в гости. Привет, Володя. Привет. Как у вас дела? С Олесей все хорошо. Смотрите там, предохраняйтесь. Дело не наделайте. Это закончится ваше детство. Я буду осторожен. Мы уже соскучились по тебе. Я буду осторожен. Я всегда с ними на связи. И они всегда помогут. Его приемная семья очень даже хорошая. Воспитанная, богатая. Я чаще всего звоню Володиной маме. Мы с ней прям как подружки. Я спрашиваю совета. Я бы очень хотела такую же маму, пусть даже приемную. А еще у Вовы есть родные братья-двойняшки. Никита и Кирилл. Им 21 год. Они тоже выросли в детдоме и оба живут по отдельности. Но мы с ними совсем не общаемся. Потому что им не понравилось, что у Володи появилась я. И все внимание он стал отдавать мне. Олеся для меня дороже, чем братья, так как Олеся меня поддерживает. Мне очень обидно за Володю, потому что братьям на Володю вообще ***. Володя меня познакомил с братом Кириллом и его девушкой Дариной. С Дариной мы до сих пор дружим, а вот с Кириллом даже не общаемся. Он бросил Дарину беременную. Я очень надеюсь, что Володя другой. Не такой, как его родной брат Кирилл и не оставит меня одну. Ведь я тоже жду ребенка. Ты сам аккуратно. Я максимально аккуратно. Все будет чики-пуки, я беременна. С Володей мы общаемся уже два месяца. И у нас с ним до сих пор не было секса. Только виртуальный по переписке. Я уже думаю, когда же у нас произойдет половой акт. Он обо мне знает уже все от и до. Я у Олеси не первый, у нее для меня были половые партнеры. Мне, конечно, неприятно, но что сделать? Так есть. Ты просто лежишь, ничего не делаешь. Что-то не то? Все то. У тебя ни с кем не было? Нет. Ты хочешь сказать, ты девственник? Да. Я хочу по любви. А со мной по любви готов? Готов. Я не могу поверить, что в 21 веке есть еще 18-летние мальчики, которые девственники. Вообще, да. Вообще, пацаны уже лет 13, уже в 12. В 18 лет пацан еще ни с кем. Вообще в шоке. На следующий день вечером у нас все и случилось. У меня дома. Мне понравилось. И я очень рад, что моя первая девушка – это Олеся. Ну, я вижу, тебе так понравилось, что она стала беременной. Ну, я, Пол, ты как бы… Теперь нам хочется заниматься сексом все больше и больше. И однажды, когда мы в очередной раз пришли ко мне в квартиру, мама нас спалила. Олеся, ты дома? Я пришла. Привет. Привет. Здравствуйте. Это Володя. Это моя мама Анжела. Ладно познакомиться. Как бы знакомство так у нас не проходит вроде бы. Где букет? Ну, так получилось. Где тортик? Не думал, что вы придете. Сейчас схожу. В ней я вижу копию себя. И из-за этого я хочу донести до нее, чтобы она не повторяла мои ошибки. А как это так вышло? Привела домой. В гости пришел так ненадолго. Ну, ты, Олеся, понимаешь, что предохраняться надо? Да я это все знаю. Как-то все серьезно. Вроде как да, но лучше у Володи спросить, когда он придет. Я не была готова так их познакомить, но вроде бы более-менее хорошо. Мне понравился. Не знаю почему, но... Предай. Давай. Вот, молодец. Это мне? Да, это вам. Спасибо. Чем занимаешься? Да, учусь, подрабатываю. Какие планы у тебя на мою дочь? Серьезные. Ну, как серьезные? Ты понимаешь, что ей 17 лет? Да, понимаю. Как бы, если что... Все будет хорошо. Ну, надеюсь. Ну, хватит уже с вопросом. Давайте чай пить. Володя стал тусить у меня все чаще и чаще. Но находиться с мамой на одной территории просто невыносимо. За это время, когда Володя проводит у нас, она успевает вымотать все нервы не только мне, но и Володе. Че за вещи там лежат? Это вот это вот, что это такое? Че, у нас негде вешать? Давай убирайся. Тоже убери. Уберу, че сразу орать? А че, на пол надо кидать, что ли, постоянно? Анжела, вы че так орете? Я вообще-то не Анжела. Имей уважение. Я старше тебя. На колени, рбаб. Анжела Феликсовна, вообще-то. Я вообще не понимаю, как Олеся с ней живет. Это ненормально, чтобы приходить с работы и начинать кричать из-за всякой мелочи. Я понимаю, что долго жить с мамой я не смогу. Нужно что-то делать и куда-то съезжать. Да уж, мать твоя, конечно, истеричка. Как ты вообще с ней живешь? Постоянно такие ссоры. Я давно бы ушел. А че, может, попробуем вместе жить? Мы с другом снимаем квартиру, однушку подойдет, нет. Ну, однушка это ***. Ну, обычно на работе пропадает. Ну, все равно ночевать в одной комнате. Хотя бы посмотри, как вариант. Ну, на самом деле, можно посмотреть, подумать. На первое время же, да? Ну, да. Мне понравилось, что Володя не стал моросить, там, выкручиваться. Не стал моросить? Это такой тупо жаргон. Мне показалось, это его серьезный шаг по отношению ко мне. Володя позвонил своему другу Диме, и тот оказался не против, чтобы я какое-то время пожила с ними. А, здорово. Она че, та самая? Вообще-то у меня имя есть. Че вы такие неприветливые? Я здесь жить не буду. Почему? Потому что тут мало места. Тут не кухня, тут это что такое? Даже раковины нету. Ну, если вам не нравится, можете идти отсюда, как бы. Почему он со мной так разговаривает? Да мы там просто не уживемся с этим другом. У меня просто характер не позволит. Тем более он так хамит. Жить в холостяцкой берлоге с этим грубияном я не намерена. И вообще у меня есть план. Если я забеременею, то Володя не отвертится, и ему придется снять для нас квартиру. Для начала я убедила Володю не предохраняться, сказав, что так намного приятнее. Я начала задумываться о совместном ребенке с Володей. Не только потому, что хочу с ним совместную жизнь отдельно от мамы, но и потому, что я уже хочу создать свою семью. Я пока не говорю Володе о своих планах, потому что боюсь его спугнуть. Вдруг он не хочет. В какой-то момент я поняла, что начала очень много есть. И решила на всякий случай сделать тест. Я рада, что на тесте две полоски. И мне кажется, что Володя тоже будет рад. Но я хочу ему сообщить чуть-чуть попозже. Чтобы точно подтвердить свое положение, на следующий день я пошла в больницу сделать УЗИ. УЗИ беременности я не вижу. Сейчас ее нет. Точно нет. Да, ее точно нет. А почему тогда тест показал две полоски? Это может быть либо ошибка мочевого теста, либо срок беременности очень маленький. Для того, чтобы нам с вами точно быть уверенными, есть беременности нет, лучше сдать кровь на ХГЧ. И все мои планы просто рухнули. Верю, что этот анализ подтвердит мою беременность и Володя от меня не откажется. А она думает, типа, если я беременна, значит, он будет всю жизнь со мной. Я очень жду результатов анализа. Все мои мысли только об этом. Ну и о совместной жизни с Володей. Что, ты квартиру уже присмотрел? Ну, смотрел. Пока нет подходящих. Подожди. Ну, результат теста. Я беременна. Володя! Что случилось? Ты что такая радостная? Я беременна! Беги! Да ну, как так? Я тебе вообще не говорила. Я ходила на УЗИ и сдала кровь на ХГЧ. Я беременна! У меня, к нам, слов нет. Мы родители. Нет, вы еще не родители. Влип по полной. Придется все на себя брать, искать новую работу, снимать квартиру. Не думал, что я так скоро стану отцом. Я в шоке. Я очень прям рада. Меня просто трясет от счастья. Володя отреагировал. Хорошо, нормально. Он тебе точно будет моим. И все будет хорошо. Конечно, с профессией физрука придется немного повременить. Но профессия мамы и домохозяйки сейчас привлекает меня больше. Ты точно рад? Я да, я очень рад. Я теперь постоянно вот эти вкусняшки буду кушать. Ты готов мне их покупать? Да, готов. Кстати, если на сладкое тянет, будет девочка. Говорят. Если на соленое, то мальчик. А мне говорили, что наоборот. Ну или наоборот. Ну или наоборот. Давай лучше Ольге первой. Думаю, она ***. Грустно, что приемные родители Володи так далеко. Очень хочется поделиться счастьем с ними лично. Фух. Я нервничаю. Я нервничаю. Все, вот хорошо. Привет. Ты такие довольные? А у нас для вас новость. Хорошая. Вы скоро станете бабушкой. Блин. Ага. Ну, я прям даже не знаю, поздравить вас сейчас или не поздравить. Потому что дети, с одной стороны, это круто, а с другой стороны, ваше детство закончилось. Блин, вам будет непросто. Да я думаю, мы справимся. Блин, я в шоке, но я надеюсь, что вы справитесь. Мы справимся. Спасибо. Фух. Я думал, что это будет похуже. Что, она в камеру плюнет? Я не знаю сейчас, как моя мама мне рассказывает, но сам уже знаю, что она с характером. Да, с характером. Лично нужно сказать. Мне кажется, лично она будет как-то поспокойнее. Я понимаю, что моя мама вряд ли так будет за нас рада. Ей все равно. Но рассказать нужно. Живем вместе, и она рано или поздно все заметит. Мы тут с новостями к тебе. Какие у вас? Короче, я беременна. Ты совсем, что ли? Тебе сколько лет, Олеся? Вы же тоже с бабушкой 16-17 лет забеременны. И что мы родили? И что, надо повторять наши ошибки, что ли? Вы что с ума-то сходите, Володя? Ты-то чем думаешь? Володя? Передним местом? Как воспитывать? На что воспитывать? Где жить собираетесь? Володя будет работать. Мы от тебя помощи не будем просить. Единственное, что мы сейчас хотим у тебя пожить ненадолго. А где вы здесь у меня собираетесь жить? На полу, что ли? На полу нас устроят тоже нормально. Ты понимаешь, у меня однокомнатная квартира. Это же на время. Неделю всего лишь. И все. Они еще не понимают, во что они вообще вляпались. Я жить с другом, с Володиной, не собираюсь. И идти на улицу тоже не хочу. Поэтому лучше пожить пока первое время у мамы. А мама вообще спокойная, приятный человек такой. Когда Володя уходит на работу, я стараюсь тоже уходить из дома, чтобы не видеть мать и не слышать ее претензии. Бывшая девушка брата Володи Дарина в декрете, поэтому мы можем встретиться в любой момент. И я могу советоваться с ней по всяким девчачьим беременным вопросам. Без к маме за советом я обращаться не хочу. Это вкусно. Что-то много есть стало. Если мы так будем есть, нас разничает. Короче, я беременна. Чего? Ты уверена, что тебе нужен этот ребенок? Я думаю, что я готова. А ты не думаешь, что с тобой так же поступит, как Кирилл со мной? Два брата все-таки? Володя другой. Все-таки доверяю. Я тоже так говорила. И что в итоге? Ну все-таки у меня надежда, что он не будет таким. Если ты реально этого хотела, то я тебя поздравляю. Кирилл и Володя – это две копии. Потому что в отношениях Олеся и Володя я вижу то же самое отношение Кирилла ко мне. Не знаю я, что делать. Олеся забеременела. Что вы ожидали? Конечно, она же гуляет. Мальчик есть. А кто он такой? Да, один парень. Так себе. Забеременела? Все, надо рожать. Ну, да, ну как они будут воспитывать? Ты ведь родила? Ничего, не пропало? Олеся справится с ребенком, если Анжела будет помогать ей. Справимся все вместе. Что, уже все новости знаешь, мама? Мама рассказала. Ты рассказывай теперь. Хоть парень-то хороший? Конечно. Да, хороший. Чем он хороший? То, что ребенка сделал? Он работает, старается. Вы что ругаетесь-то? Нечего ругаться уж. Он ей скажи, чтобы не ругалась. А ты не понимаешь меня, не слышишь меня. Так же хочешь мучиться, как я, что ли? У меня есть Володя, он мне будет помогать. Я уж вижу, что как он тебе помогает, что живете у меня и спите на полу. Да это только на время. Он хороший. Они все хорошие. Мама с бабушкой начали друг друга понимать с возрастом. И мне не нравится, что они меня учат жизни. В себе уверенно думает, что она все сама может. А в самом деле без матери никуда. Привет. О, пришел твой ненаглядный. Привет. О, в него так вот спел. Нет, не видел. Володя, знакомься. Это Олесия бабушка. Это наш красавец. Долго был, потому что на работе был. Куда это ты вешаешь куртку? Вешай туда на место. Куда? Да хваживаю. Ну вот, бабушка, я тебе говорила, нормально. Прощай, супер, супер. Володя, какое у тебя образование? Среднее. Она повара, кстати, учится. Почему-то так дома не готовит. Ну, она на работе. Нет, я на работе. Ну, что ты, Володя, сейчас хочешь стать папашей? Да. И как будете расти ребенка? Нормально. У Олеси же есть мама. У Володи же есть работа, чтобы поднять на ноги ребенка. А не мама. А ребенка как будете смотреть? Он будет работать, я буду за ребенка смотреть, как всегда, как у всех семьях. Поживем, увидим, что будет дальше. Ой, хорошо. А ты какого, *** так поздно пришел домой? Пока добирался, пока что. Как на классе даже общаться? Секси умеют заниматься, пускай и научатся работать. Деньги заработают. Так поздно пришел. Мама продолжает каждый день выносить мне мозг, чтобы я за всеми убиралась, готовила есть, еще и продукты покупала. Мама, это сейчас надо делать? Да, сейчас. Так-то, прикинь, все с утра встают и убираются. Все, давайте, Володя, вставай. Тебе что, не на работу? Нет. Если не на работу, встал тогда и думаете, что с жильем, что делать дальше будете? Да вы не переживайте с жильем. Вы мне тут нужны... Володя, давай вставать, она не отстанет от нас. Так-то, Володя, ты вообще говорил, что ненадолго? Надоела мама Олесе, хочется уйти на работу и не возвращаться никогда. Ты тоже, Володя, давай ищи квартиру уже. Ты что ты начинаешь? В смысле, что я начинаю? Я беременна, Володя. Беременность? Мне нельзя переживать. Я беременна, сплю на полу. Тебе вообще это нормально? Ну ты же не на голом полу спишь. Как мужчине. Все, давай, Зайка, не будем ругаться. Я найду квартиру. И мы с ним. Вот она, любовь. Хорошо, давай, Володя, только точно. Точно, обещаю. Если Володя также будет кормить меня завтраками и не возьмет все в свои руки, то мне придется все самой решать. Хорошо оплачиваемой работы у Володи так и не появилось. Он сначала уволился из общепита, потом набрал каких-то подработок, но дохода они не приносят. Денег на квартиру мы так и не нашли. Зато я захотел ребенка. Ну что, Володя, с работы делать будем? Я постараюсь найти работу. Мне самому не нравится с твоей матерью жить. Ну, Володя, привет. Олеся, это Люба. Это кто? Это знакомая. Бывшая знакомая. Как понять бывшую? Бывшая знакомая? Ну, не начинай. Ладно, ребят, всего вам хорошего. Рады тебя было встретить. Мне говорю, бывших не этого у тебя. Мы с ней так в кино ходили. Я понимаю, Володя красивый мужчина. Он привлекает других девочек. И мне кажется, его могут увезти у меня. А что она накрашенная? Еще бы поцеловала его. Конечно, я буду ревновать. Встреча с бывшей меня напрягла. Я тут же вспомнила слова Дарина о том, что Володя может меня бросить, и мое настроение испортилось. Да нет меня. Да все, успокойся. Больше я с тобой разговаривать не хочу. Зайка. Отстань. Зайка. Иди к своей Любочке. Ну, Зай. Я люблю тебя. Пусть только попробуют к Володе подойти. Узнают, что такое фингал под глазом. Прям леди. В однокомнатной квартире мамы среди стольких людей у нас с Володей нет никакой личной жизни. А так ведь действительно можно и парня потерять. Я из-за этого сильно парюсь. Вдруг он реально кого на стороне найдет? Поэтому я решилась позвонить маме Володе и попросить денег на квартиру. Надеюсь, что переезд решит все проблемы и жизнь наша наладится. Я решила сказать Ольге все как есть. Чужие люди помогают больше, чем родные. Привет, Олеся. Как дела у вас? Ну, у нас на самом деле не очень все хорошо. С мамой жить как-то сложно на самом деле. Потому что у нас стычки, ругаемся. Хотелось бы уже съехать. Еще Володя на подработках работает. Денег особо тоже не хватает. Ну, если хотите, я могу помочь вам на первый месяц. Знаете, я бы не отказалась. Потом вернем вам денег. Сейчас у ребят непростой период. Володя меняет работы. Поэтому мы решили дать им денег на первое время, на квартиру. Как бы мы их заняли, но обратно не очень ждем. Я благодарна маме Володе. А вот моя мама только выгоняет, вместо того, чтобы действительно помочь. Привет. Ты что, куда собираешься? Вещи собираю, приезжать будем. Куда? В квартиру. В какую квартиру? Ну, ты же ничего решить не можешь? А что ты со мной не посоветовалась? А что с тобой советоваться? Я тебе говорила, много раз говорила, Володя. Найди деньги, работай. Я написала Ольге, поговорила с ней и взяла у нее денег на первый месяц. Мне очень стыдно, что Ольга нам дала на первый месяц за квартиру, но я обязательно это ей верну. Мы нашли квартиру на деньги родителей Володи. И, наконец, уже заживем, как настоящая взрослая пара. Вы пытались максимальное бюджетно найти, да? Будем сами решать, когда и чем заниматься. И никто смущать и доставать нас здесь не будет. Ну, Володя. Что не так? Что она такая темная? Ну, раскроешь шортки. Ну, на самом деле, да, пустяки. Тут можно открыть. Все уютненько сделаем. А сюда постелим что-нибудь. Видишь, светло стало. Давай, давай, быстрее разбирать. На самом деле, я очень рада, наконец. А я так и рад. Ну, конечно, в этой квартире не то, что я думала. Но на первое время, конечно, пойдет. Но в дальнейшем я хочу в другую квартиру переехать, чтобы прям было вау. Такую какую-то лакшери. Сегодня меня ожидает радостное событие. День, когда я услышу сердце своего ребенка. Уже шевелит ручками, ножками. Сердцебиение хотите послушать? Да. Давайте. Пальчики мы посчитали. Все в порядке. Пороков развития я никаких не вижу. Я очень рада, что с ребенком все хорошо. Жаль, что Володя не со мной. Но у него сегодня первый рабочий день на новой работе. В шиномонтаже. Правда, меня напрягает, что его туда позвал друг Дима, который мне не очень нравится. Но с другой стороны, у нас хотя бы, наконец, появятся нормальные деньги. Моя беременна. Оба-на. А ты это, не рановато ли еще? Да нет, не рановато. Ну что, поздравляю тогда тебя. Спасибо. Все, может, вечером отметим? Да не могу. Из-за чего? Моя против. Я считаю, что Володя уже прогнулся под Олесью. Он уже стал подкаблучником. И Олеся решается за него. Ну, кто же, конечно, этого Володя достойный? Володя приходит с работы подозрительно поздно. Когда он лег спать, я решила залезть в его телефон и обнаружила переписку с девушкой. Я сразу его разбудила. Че это за... Вот это вот. Че за Люба? Почему она тебе пишет? Ну, она хотела встретиться, но я же отказал ей. Почему, когда она тебе написала, ты сразу не закинул в ЧАЭС, допустим, или проигнорировал? Прости. Я твоего ребенка ношу. Все, я заблокировал. Ты довольна? Да, довольна. Все, давай не слушай. Боже мой, какой характер. Не хочу. Что больше у Володи такого не было. Хорошо. Как любому мужчине, мне хочется посмотреть на другие девушек. Это нормально, но она этого не понимает. Я в бешенстве. Где тот Володя, который был изначально? Я просто не могу. Володя, ты раньше был другим. Похоже, переезд на новую квартиру и отдельная жизнь от мамы на Володю никак не повлияли. Я по-прежнему ревную его к другим телкам. Поэтому я решила скорее встретиться с Дариной и спросить ее совета. Как сделать так, чтобы Володя смотрел только на меня? Приворот. Мне тут, походу, Володя изменяют. Приворот. Чего? С чего ты взяла? Гуляли в центре. И Володя, короче, встретил бывшую свою. После этого у него как-то внезапно появился ее номер. Как ты думаешь, они общаются? А ты не пробовала как-то это проверить, последить за ним? Ну, а как я за ним прослежу? Ну, я как-то в свое время с Кирилла, когда подозревала, скачала приложение. И видела, где он, с кем он. Ну, идея так-то хорошая. Попробую установить. Мне кажется, вообще, мы скоро с ним достанемся. Я какая-то не такая, что ли, стала. Ты не пробовала себя изменить? Начать краситься, одеваться? Какой краситься? Краситься я не умею. Давай я тебе научу. Давай. Чтобы Володя был мой, я готова меняться ради него. Чтобы Володя не смотрел ни на кого больше. Вот уже месяц Володя трудится в шиномонтаже и получает хорошие деньги. 15 тысяч в неделю. А я ему поставила программу. Теперь точно заживем. Но, чтобы не упустить свое счастье, я последовала совету Дарины. Заказала всякой косметики, стала краситься, а еще установила по-тихому приложение для слежки в телефон Володи. И что это за ***? О, по-купочке. В смысле ***? Копилка. Ты копить собираешься? Почему я собираюсь? А кто? Ты собираешься. И зачем тебе это все? Я же все-таки девочка, должна себя баловать. Видишь? Нифига себе. И ты собираешься копить? Ну так побольше надо зарабатывать. Не бейся, что Олеся заказывает всякую *** и говорит, что я мало зарабатываю. Я думаю, что Олесе надо научиться экономить, а не пилить мне мазки. Я хочу, чтобы мой ребенок не знал о бедности, как у меня. Поэтому я буду все покупать. Моя перед гормонами играют. Она жалуется, что я мало денег зарабатываю. Типа хочет, чтобы я больше зарабатывал. Ты ей скажи то, что ты как бы не миллионер. Она еще все тратит. На барахло, да, какой-нибудь? Курьер принес пакеты, копилку. В пакете всякое барахло там. Так ты возьми один раз, потрать цены на себя, да и все. Чтобы она понимала то, что ты как бы тоже человек, ты зарабатываешь эти деньги, в этом твоя доля есть. Она еще ни разу не работала и права она свои качает. Она пусть придет, хотя бы поработает у нас, хотя бы день, если простоит, конечно. Тогда поймет, как эти деньги зарабатываются. И пусть покупает, если что хочет. Я решила написать Володе смс-ку с извинениями за свое поведение. Не нужно нам ругаться. К его приходу сделаю себе лучший новый макияж. Тем более, что я еще не всю косметику опробовала. И стрелки рисую недостаточно уверенно. Володя. Это что такое? Это я себя решил порадовать. Купил кроссовочки себе. А почему ты себе кроссовки купил, а у меня нет цветочка, ничего? Обделил, считай, меня. Ну, почему обделил? Ты же заказала себе всякие погремушки. И за сколько ты их купил? Ну, за семь с половиной. Сколько? Ты смеешься надо мной? Нет. Володя, это... Я себе даже за семь пятьсот не покупаю. Ты думаешь только о себе. Буду я тебя еще и радовать. Что значит буду? Я сейчас хочу. На, возьми. Сходи, что-то себе купи. Спасибо. Почему, Олеся? Можно покупать что-то, а мне нельзя? Меня это раздражает. Какие высокие отношения. Сегодня я иду на второй скрининг. Я очень волнуюсь, потому что именно на втором скрининге объявляют о том, какого пола будет малыш. Боюсь, что если будет девочка, то Володя может ее бросить, как бросил меня мой отец. Я понимаю, что Володя совершенно другой человек, и он не должен так поступить, но вдруг... Можно немножечко так личико посмотреть уже. Видно, в принципе, глазки, да, носик, губки. Пол можно будет узнать уже. А можно еще пол на листочке написать? Мы хотим гендерпатию делать. Хорошо, конечно. По весу сроку соответствует. Еще будет переворачиваться. Плацента нормально расположена. Признаков угрозы я никаких не вижу. Все хорошо. Пол ребенка я сейчас вам на листочке напишу. Я смотрю на экран, и меня переполняют эмоции, но я ничего там не понимаю. Мне показывают, говорят, головка там, не головка. Я ничего не понимаю. Желание открыть конверт невероятное, но я держусь. Вот устроим гендерпати, тогда и узнаем пол малыша. Ну и что? Как думаешь, что будет? Ну, я надеюсь, что мальчик. А я тоже. Нам нужно уже... А если девочка, ну... Насчет гендерпати что-то начать? Поменяем. Давай, ну, в течение недели. Тогда надо всех собрать. Я свою маму захотела позвать. Хорошо. Пацана, я хочу, чтобы он был такой же, как я. Чтобы можно было с ним куда-то ходить. Туда, куда девочку нельзя. Впервые в жизни я скучаю по маме. Это куда? Может, это потому, что я никогда не жила отдельно от нее? Хоть у нас и были всегда скандалы, но виделись мы каждый день. А может, потому, что скачут мои гормоны, и мне сейчас как никогда хочется маминой поддержки и заботы. Поэтому до праздника я решила встретиться с мамой наедине. Хочу попросить ее о помощи. Давай я тебе шурпу наложу. Шурпу? Да. Как ты любишь готовила? Ходила я на второй скрининг. И что там? Как дела? С ребенком все хорошо. А что, кто будет? Я не стала узнавать пол. Мне на листочке написали. Мы хотим с Володей сделать гендер-пати. Это что такое? Лопать шарики. Там если розовое конфетти, то девочка. Если синее конфетти, то мальчик. Ну, так интереснее будет, мне кажется. Так что приглашаю. Еще хотела бы помощи попросить, чтобы организовать вдвоем, то я одна вообще не справлюсь. Ладненько, давай тогда. Помогу я тебе. Я ведь все-таки люблю тебя, ты моя дочь. Мне так приятно, что Олеся попросила меня помощи. Я помогу. Я хочу ей дать ту любовь, которую она не получила в детстве. Вечером нас ждет важное событие в жизни. Мы наконец-то узнаем, кто у меня в животике. Я долго готовилась к этому дню. Я обзвонила всех своих друзей и родственников и пригласила на наш праздник. Да. Вот это как раз. Кто-то от тебя звонит. Алло. Алло, Зай, ты как? Я нормально, гендер-пати вон готовлюсь. Прикинь, как все красиво, я тут вообще это не знал. Я сегодня смогу приехать, я задерживаюсь на работе. В смысле, Володя? У нас так-то планы. Мне это что, одной Володе что ли надо? Ну, перенеси, пожалуйста. Я не буду ничего переносить. Все, уже готово. Прости, я не смогу. Зачем вот это все? Алло, если не переживай. Да, вот этот вот шар еще. О, господи. Все бесит меня. Прикинь, смотри, у тебя девочка будет, Оле. Еще и девочка, ну ты, блядь. И что ты переживаешь? Вообще мальчика. Девочка это тоже хорошо. Главное, чтобы здоровая родилась. Забейте на него. Девочку не хотел. А вдруг он меня просит так же, как мой отец. Не все такие, знаешь, мужчины. Ну и пусть Володя уйдет. Вырастим как бы сами. Не пропадем. Я же не пропала. Да. И она сможет. Четыре поколения. Мне пришлось позвонить всем гостям и сказать, что гендерпатия отменяется. Это ужасно. А больше всего меня раздражает то, при каких обстоятельствах я узнала пол нашего ребенка. Ну что, гендерпатия же была? Ты же локнул, а шарик. Привет. Ты что плачешь? Ничего. У нас девочка? Да, можешь идти. Почему я должен уходить? Потому что ты хотел мальчика. Ну и что? Девочка это тоже неплохо. Из чего ты вообще решила, что я тебя брошу? Потому что меня отец тоже бросил, он хотел мальчика. Ну я же не твой отец, чтобы тебя так делать. Ну вдруг ты такой же. Нет. Все мужики одинаковые. Ооо, все мужики одинаковые. Вот прям вот, знаете, вот реально потом из такого не хочется быть, если честно. Хорошо. Всех по одному ребенку. Я сначала расстроился, но потом подумал, что девочка так девочка будет. Блин, ну а вроде бы и рад, что девочка. И извинился. Он так посмотрел на меня, что я на него зла не держу. Ммм, да. Мы сообщили приемным родителям Володе, что будет девочка. А еще Володя предложил мне познакомиться с его воспитателем в детском доме. Он мне много рассказывал о Нине Вениаминовне, что для него она очень близкий человек, можно сказать, вторая мама. И сейчас Володе очень хочется рассказать воспитателю о том, что он скоро станет отцом. Сегодня так необычно, ты пришел не один. Да. Да? Это вот твоя девушка, да? Володя, как зовут ее? Олесь. Вы золотцы. Инмин, у меня для вас новость. Какая, Володя? Я скоро буду отцом. Ребята, как я за вас рада. Какие вы молодцы. Как у вас-то получилось. Володя, ну это же очень ответственно. Да, я знаю. Вот сейчас у тебя появится настоящая семья, а ты ведь главный в семье. Ну, он у нас умница, он все сможет, он все вытянет. И ты увидишь, ты будешь самой счастливой девочкой в мире, рядом с ним. Я рада за Володю и за его девушку. Володя повзрослел. Он работает. Мне кажется, он готов быть отцом. Большая половина моей беременности уже пройдена. Хоть живот уже большой, я все равно стараюсь за собой следить и быть хорошей хозяюшкой. Для меня это все, конечно, непривычно и сложно, но я стараюсь. Ведь мне так хочется нравиться своему парню. Смотрите, я как приготовила. Угу. Фу, солено. Ты пересолила? У меня болит спина, у меня болит все. Я возле плиты стояла, тебе готовила. Ну, прости. Я поем хлопья. Какие хлопья? Ну, за, ну, реально, есть невозможно. Соленый. Не будешь ты есть хлопья? Ты будешь есть то, что я приготовила? Нет, соленый. Я не хочу это есть. Не плевать. Че она так завелась? Не пойму. Я сказала, жри. Да, попробовала. Мне очень неприятно. Ну, как так можно? Я стояла целый день у плиты беременная, готовила ему, хотела его удивить, а он так поступает со мной, как будто я ненужная. Мы уже три дня с Володей почти не разговариваем. Он собирается зайти домой в обед, но его все нет и нет. Я переживаю. Может, пока я обижаюсь, он развлекается с другими? Я решила воспользоваться локатором. Я не знаю, что это за точка. Это явно не шиномонтаж. Это что такое? Почему ты не на работе? Так, мы на обеде. Я теперь поняла, какие ты обеды тут кушаешь и на что ты деньги тратишь. Я смотрю, тут и Люба с вами. Леся, что ты начинаешь там? В смысле, что начинаю? Это разве обед, сырники вот эти вот? Еще девочек, да, кормишь? Ну, угостил, что? Ну, пойдем, выйдем, поговорим. Пошли, поговорим. Пошли, поговорим. Выйдем, поговорим сейчас. В общем, сейчас будет разрыв. Ну, что, она всегда такая? У нее гормоны солят. Она беременна? Да. Понятно. К молоденному сожалению. Что за Люба? Почему она здесь сидит? Да, встретили мы ее. Я вообще не хотел с ними идти. Я за тобой слежу. Мы ее заставили. А что ты за мной следишь? У меня к тебе доверия нет. Поэтому я слежу. Я надеялась, что ты исправишься. А сейчас вижу, что ты с бывшей сидишь. Все, со своей Любой оставайся. Все мужики такие. Все, Леся, нагручивая себя. Люблю я ее, люблю. Что он мне заливает? Какой обед? Теперь понятно, куда он деньги тратит. И на кого он тратит эти деньги. Мороси тут что-то. Что этот друг? По-любому он его таскает по всяким этим кафешкам. Все бывший сидит. А может он и на гендер-пати не пришел из-за Любы, а не из-за работы? Как я после этого могу ему верить? Не знаю, извинит она меня или нет. Я даже не знаю, что делать. Лесь, Зай. Прости меня за сегодняшний день. Что это? Почему ты Любе своей это не подарил? Зай, пожалуйста, прости. Ну, реально, так не делается. Ну, я так больше не буду делать. Я не думаю, что Володя действительно готов мне изменить, потому что он все-таки любит меня и нашего будущего ребенка. Может, так не будет. У меня уже шестой месяц беременности. Животик растет. Быть очень активной уже удается тяжелее. Кроме того, что растет живот, очень видны стали растяжки. Я из-за этого комплексую. Переживаю, что Володя меня из-за этого разлюбит. И снова будет зависать с какими-то бабами. Слышишь? А? Дарина родила, прикинь? Угу. Убери пока. И водочку. Смотри, какая маленькая. Ну, тебе неинтересно, что ли? У нас скоро такая же малюсенькая, такая. Смотри, прям ножички маленькие. Ну, мне интересно просто. Устал я. Я вообще жду, не дождусь, пока у нас родится наша маленькая девочка. У меня скоро третий триместр беременности. А Володя так и не сделал мне предложение. Я не хочу, чтобы мой ребенок родился вне брака. Меня это реально начинает парить. Думаю, надо брать все в свои руки. Сколько можно ждать? И сделаем предложение. Что-то присматриваете себе? Да. Кольцо. Я хочу сама себе сделать предложение. Серебряное, что-нибудь подешевле. А на какое событие? Парню, так сказать, намекнуть, чтобы предложение сделал так тонко. У нас как раз есть вариант. Можете примерить сразу же, посмотреть, как оно смотрится. Ну что, как вам? Очень хорошо, я возьму. Надеюсь, что кольцо реально сработает. И Володя поймет мой намек. Володя, кто тебе подвел кольцо? Что делаешь? Да, играю. А что ты так рано? Да мы все с пацанами быстро сделали. Значит, уже надо вторую работу искать? Зачем? Ну, потому что ты рано возвращаешься. А что ты дома делаешь? Ничего. То тебя не устраивает, что я долго на работе, то не устраивает, что я быстро. Ну, так копилку-то надо пополнять. Она со временем пополнится. Ладно, короче, в общем, смотри. Крутое колечко. Еще? А что еще ты хочешь слушать? Я бы хотела, чтобы тут другое колечко было. Когда я посчитаю это нужным, то дай сделаю. Олеся с такими поступками унижает мои достоинства. Она бы еще села на колено и сделала бы мне предложение. Работать я еще долго не буду. Подожди, чуть-чуть. Родители тоже не смогут нам все оплачивать. А Володя особо не шевелится. Его все устраивает. Он не ищет дополнительных подработок. Как прожить на такой бюджет с ребенком, я не понимаю. Олеся, у меня к тебе разговор есть. Какой? У Димы проблемы. Давай он перекантуется у нас несколько дней. Ну, только если несколько дней. Хорошо. Прошло два месяца. На полу. Поселим. Хорошо. Видимо, Дима прогулял все деньги на девчонок, что теперь ему нечем оплачивать квартиру. Теперь я у вас буду жить. Дима не нравится, но помочь человеку надо. Единственное, за что я парюсь, так это за то, чтобы Дима со мной грубо не общался, как он это любит. Надеюсь, Володе хватит ума с ним поговорить до этого. Привет. Может, ты уберешь? Мы тут спим. Как бы. Еще на сколько ты к нам? На пару дней. Пока все не устаканится. А что у вас? Поесть-то что-нибудь есть, нет? Сходи в магазин, купи продукты. Приготовь себе что-нибудь. Ты сам видишь, мы тебе по квартире, получается, выделили. Для того, чтобы ты поспал. Я от Олеси ожидал какого-то гостеприимства, когда пришел. Но Олеся очень некрасиво поступает. Я, кажется, начинаю жалеть, что разрешила Диме у нас остаться. Как-то мне некомфортно. Хоть бы он поскорее уже нашел себе квартиру. Ты что смотришь? Ты что, нельзя что-то? Шикарно ты. Чувел упился, блин. Ты чуверла, блин. Смотри в телефон свой. Нет, нельзя. Не есть ни в свое дело. А Володя, ты знает то, что ты у нее телефон берешь? Знает. Вообще-то я его девушка. Твоя девушка? У тебя в сотике шарится. Олесь, опять началось. Ты что, ябиничаешь? Я просто посмотрела. Ты мне не доверяешь? Тебе же нечего скрывать, как ты говоришь. Мне кажется, мама была права, что мужчины думают только одним местом. Да. Тебе нравится ссориться с людьми? Нет. Но ты мне обещала, что ты не будешь поглядывать мой телефон. Есть к тебе недоверие. Еще смотри, я располнила. Я набрала вес. У меня растяжки. У меня большой живот. У меня большие ляжки. Ты заглядываешься по-любому на других. Нет. А почему ты мне предложение не делаешь? Да не дави на меня. Так не делается. Ну а как делается, Володя? Сначала доверие, а потом все остальное. Олеся слишком на меня давит, и меня это напрягает. Чем больше она истерит, тем мне больше неохота делать ей предложение. Значит, свадьба точно не будет. Дородов 10 недель. Прошло еще две недели, а Дима все еще живет у нас. Мы постоянно скандалим. Что вообще происходит, я не поняла. С работы пораньше отпустили. Я, что ли? А кто вам мои роллы разрешил есть? Володя, что это такое? Я не понимаю. Бардак. Это я должна убирать? А ты что смотришь, Дима? Когда с квартирой вообще проблема решится у тебя? Никогда, по-моему, не решится. Это уже пи*** какой-то. Он не скидывает нам денег за оплату квартиры, за оплату коммунальных услуг, на еду, допустим. Не помогает по дому, только срач разводит. Мое терпение лопнуло. Он уже две недели здесь, Володя. Опросился на несколько дней. Это нормально тоже? Это ненормально, но сейчас куда я его дену? У него нет ни денег, ничего нет. Либо я сейчас остаюсь здесь, а Дима уезжает. Либо я еду к маме, а Дима пусть остается здесь. Строй с ним и семью. Хорошо, я сейчас прямо возьму его и поговорим. Я, конечно, понимаю, что я выношу мозги и агрессирую, но как по-другому-то я не могу. Я очень надеюсь, что у Володи хватит смелости выставить Диму из нашей квартиры. Дима, чья лезь злая, сказала мне, что если я тебя не выгоню, то она уедет к матери. У меня-то сейчас некуда податься, сам понимаешь. Давай до завтра останусь, завтра уже решим, куда там пойдем. Ну, я пойду. Я действительно косячу, но что делать? Я такой человек. Мне тяжело выражать свои эмоции. Мне проще промолчать, чем что-то сказать. О чем поговорили? Он до завтра остается. Какой Володя до завтра? Мне это уже... Я уезжаю к маме. Я не собираюсь это все терпеть. Вот что это происходит? Такого же не было в начале отношений. Я поживу у мамы. Пусть пока подумает, что он реально может меня потерять. Володя сказал, что Дима останется до следующего дня. Я сказала, я больше это терпеть не буду. И уехала от них. Ну, так, Казым, сама виновата. Зачем ты его вообще пустила? Я думала, на несколько дней, как он и говорил. Пускай выбирает ты или друг. Семью вообще как бы походу не хочет. Ладно, давай не расстраивайся. Что-нибудь придумаем. Олесина отношение ко мне начало меняться в лучшую сторону. Потому что она начала видеть истинное лицо Володи. Я буду максимально стараться, чтобы Олеся мне начала доверять. Я буду помогать по возможности. И надеюсь, что будет все хорошо. Алло, Володя, привет. Привет. Завтра к 10 утра, чтобы был у моего подъезда, есть разговор. Что случилось? Ну, ты уже, наверное, в курсе, что случилось? Срочный разговор с тобой будет. Хорошо, понял. Тебе Олеся или друг важнее? Олеся. И что, когда регистрироваться собираетесь? Я вот думаю над этим, но не знаю, когда. Надо это все быстрее делать, пока ребенок не родился. Ребенок должен родиться в полноценной семье. Да, полноценной. Надеюсь, Володя меня услышал. Мои просьбы. Не родиться, счастья не будет так. Я хотел легкости в отношениях, но все от меня что-то требуют. И вон, предложение делаем. Иначе семья развалится. А так сделаешь, и все, до конца жизни будем вместе. Сегодня у меня третий скрининг. Иду на него с мамой не в очень хорошем настроении. С Володей мы так и не помирились. Он даже не звонил мне. Головкой вниз сейчас лежит ребенок. Сердечко бьется. Здесь вот ножки. Видишь, носик мой, губки у ней. Все, мама. Чего она не улыбается? Спит. Она грустная. Все у нее там хорошо, нормально. Они большую часть времени спят. На следующее утро я проснулась от того, что у меня дико болит поясница и низ живота. Мама срочно вызвала мне скорую. Она что-то утром проснулась, говорит, боли какие-то в животе. Покажите, здесь же болезнь, живот, да? Да, не с живота. Живот давно такой напряженный? Нет. Когда вот отметили, что сильно заболела? После переживаний. Сейчас сердцебиение послушаем. Надо дообследоваться. Рекомендую сейчас в стационар ехать. Меня отвезли в больницу. Там мне сделали КТГ, взяли кровь и мочу. Но никто таки не сказал, что со мной с ребенком. Алло, Володя, привет. Тут такое дело. Олесю в больницу забрали. Что случилось? Из-за чего? Ну, утром мне живот заболел. Довел ты мою дочь. Можно ли приехать? Нет, не надо приезжать. Сейчас врач выйдет, все скажет, что почет. Ты виновата всем, Володя. Довел. Если что, я тебя сама наберу. Вот, видишь, дочь мою замуж не звал. Вот, довел, то ты виноват. Живи с этим. Расскажите, пожалуйста, что вас беспокоит? Тянущиеся боли внизу живота. Для того, чтобы нам исключить преждевременные роды, я сейчас сниму КТГ. Только этого мне не хватало. Если Олеся будет продолжать переживать, нервничать, то роды могут начаться заблаговременно. И такие детки рождаются маловесными, иногда с какими-то болезнями. Алло, Володя. Врач говорит, что из-за нервов. Да, а нервы, ты же понимаешь, это как бы с тобой связано, Володя. Понимаешь, блин, Володя? Завтра утром руки в ноги и в больницу мириться к ней. Она в ночь останется в больнице. Вот я дурак. Я постараюсь больше Олесю не доводить, так как я понимаю, что она носит нашего ребенка. Слушай, Демас, я хочу тебя попросить съехать, а то Олеся... А, он так и не съехал? И там же он в следующем день говорил. Ну да, так завтра же съедуешь, сказал, что завтра. Ты завтра говорил вчера, но так и завтра, так значит завтра. Не вернется ко мне, я бы хотел с ней помириться. Ну окей, без проблем. У меня есть пару вариантов, могу съехать. Тебе надо помочь? Нет, спасибо, сам справлюсь. Ну хорошо. Я считаю, что Володя уже прогнулся под эту систему и под Олесью. Он все подкакнулся. Она захватывает личное пространство, не дает ему ни выбора, ничего. И я до конфликта не хочу доводить эту семью и к тому же разрушать ее как-то из-за себя. Мне поставили укол, чтобы нормализовать мое состояние, и мое самочувствие улучшилось. Наутро ко мне пришел врач и сказал, что все хорошо, что меня смогут отпустить. Привет. Привет, что делаешь здесь? Мама сказала, что ты выписываешься из больницы, вот я решил встретить. Димы больше не будет. Ты же Диму своего выбор на меня? Конечно, съехал. Потом я сейчас приеду, мы сейчас с тобой помиримся, ты мне дашь обещание, и так же Дима приедет. Больше такого не будет? Не знаю. Как малышка? Что врачи говорят? Все хорошо. Ну пойдем домой. Я не знаю, что будет дальше, но я простила его, потому что у нас все-таки семья, ребенок будет. Да, шикарная, идеальная. Все такое семей мечтают. Я чувствую себя хорошо. От нас действительно съехал Дима. И сегодня у Володи выходной. Надеюсь, что мы проведем его вдвоем. Зая, я слишком много косячу, и хотел бы перед тобой извиниться. Позвать тебя на свидание. Куда? В ресторан. Ну, я согласна. Конечно. Это очень не похоже на Володю. Неужели он все осознал? Что, предложение захотел сделать? Ну, я думаю, да. Откуда у тебя столько денег? Не важно, кушай. Ты умеешь заглаживать вину. Биткоины. Даже не знала о твоих особенностях таких. Как я люблю роллы. Криптовалюта. Вернулась. Да, конечно. Мне себя для вас поносить? Да, можете выносить. Да. Ты еще десерт заказал? Да. Твой любимый. Зай, закрой глаза. Володя. Мне не нравятся такие. Закрой глаза. Открывай глаза. Ты выезжаешь за меня? Да. Я на самом деле не ожидала, что как бы он сделает предложение. Еще так красиво. Я очень рада, что я этого добилась. Я долго к этому готовился. Переживал. Я очень рад, что Олеся сказала. Да. Вообще-то она тебя максимально заставляла, чтобы ты это сделал. Я бы удивился и сказал бы, уже не хочу. Уже через месяц я стану мамой, пока не могу в это поверить. А сегодня я наконец-то стану женой. У нас с Володей радостное событие. Мы идем в ЗАГС. Является ли ваше решение стать мужем и женой свободным и искренним? Прошу ответить, женихам. Прошу ответить, невестам. Да. Володя, мой муж. Теперь у нас, мне кажется, все будет хорошо. Я очень рад, что мой муж и жена, и Олеся будет мне теперь доверять. А мы с новостями, так сказать, расписались. Вот. Ну, поздравляю вас с первым совместным документом. Спасибо. Мы с Русланом посоветовались и решили, что на свадьбу вам подарим подарок. У нас в России там в банке золото лежит. Возьмите и можете обменять себе на кольца или к ювелиру сходить и заказать. Спасибо большое. Володя, а ты что такой грустный? Не рад? Нет, я рад. Просто неудобно от такого подарка. Вы же наши дети. Нам Ольга подарила золото. Господи, я даже поверить не могу. Я даже не ожидала такого на самом деле. На удивление, последние две недели у нас царит идиллия в отношениях с Володей. А сегодняшнее утро началось неожиданно со звонка в дверь. Кто это? Друг пришел. Так, ну что, ребята? Что, когда платить будем? Мы уже на месяц почти задержали. Никто не звонит. Прячьтесь от меня, что ли? Что за дело-то? Проблемы. Может, друг, вы все-таки подождете еще, пожалуйста? Почему я должен ждать две недели? Почему? Давай тогда через три дня. Через три дня все будет. Хорошо. Точно. Ровно через три дня приезжаю, чтобы деньги были у меня. Я не понимаю, куда он тратит деньги. Мы даже не купили коляску, а деньги куда-то исчезают. Что будем делать? Это я тебя хотела спросить, что будем делать. Просто я свои деньги потратил на кроватку и на предложение. Где мы через три дня найдем деньги? У тебя же детские. Если я все детские отдам, как я рожать поеду? Слушай, а давай золото сдадим. Которую Ольга подарила? Ну да. На кольца. Ну это, конечно, если Ольга узнает, куда мы дели золото, это будет очень стыдно. Жаль, конечно, так поступать, но выбора не остается. Малыш появится дня на день. Не на улице же нам оказываться с ребенком. Просто все через жопу. Думаю, родители нас поймут. До родов еще полмесяца. Но врачам не понравились мои последние анализы. И они предложили заранее лечь в больницу. По их словам, роды обещают быть сложными. Мама так испугалась и настояла на том, чтобы мы поехали рожать в Санкт-Петербург. У нас там живут родственники, да и врачи там лучше. Я очень переживаю за Олесю. То, что она такая маленькая, хрупенькая. А роды – это очень серьезно. И я хочу быть с ней рядом. Так как Володя, он не тот человек, который поедет в роддом и ее поддержит. Я совсем не заметила, как пролетели эти 9 месяцев. За всеми нашими ссорами и вечной нехваткой денег мы с Володей толком не подготовились к появлению малыша. Пока я в роддоме буду, Володя, тебе нужно коляску купить, стиральную машину купить. Ну, кушать себе готовь, экономь деньги. Я уже побыстрее хочу родить. Я жду, не дождусь встречи с ребенком. В Санкт-Петербурге меня приняли по полису ОМС. И сказали, что будет операция. Сама я родить не смогу. У Олеси узкий таз, в чем выраженная степень сужения, второй, с которой нельзя допускать в роды. Ребенок достаточно крупный. Поэтому было принято решение о уклановом кислом сечении. Тебя обезболят, сделают проводниковую анестезию, анестезовок, и чувствовать ничего не будешь. Но при этом ты будешь активно участвовать в рождении ребеночка. Хорошо. Я тебе все расскажу. То есть я тебе условия создам, а ты будешь тужиться. То есть ты будешь воспроизводить естественные роды. Ну, ладно. Все у тебя получится. Хорошо. Так, киселяты не тушатся? Серьезно? А как там тушатся там? Там все же анимают. Меня доставили в операционную. Больше всего я боюсь уколов и эпидуральной анестезии. А я все чувствую. Я сейчас могу. Такие нечувствительности, она сохраняется. То есть то, что тебя трогают, да? Угу. Ты это ощущаешь? А боль? Боль уже отлично. Сделай глубокий вдох. Я тушу, я не могу. Ладно. Я сейчас все захочу. Я не знаю. Я знаю. Крадыш, я тебя попозже. Подожди три минутки. Три минуты? Я что? Все. Это, оказывается, девушка, ты говорила. Малыш, послушайте меня минуту. Три четыреста шестьдесят пятьдесят один сантиметр. С малышом все хорошо. Он будет находиться у нас на отделении. Как он в палату переведет, мы малыша отдадим. Ребенок – это крохотное маленькое чудо. Ну, это вообще супер. Я теперь бабушка. Я очень рада. Я не могу. Очень переживала. Ну, еще классно. Меня выписали на пятые сутки, так как мы с моей дочкой чувствуем себя отлично. Мама все это время была рядом. Сейчас я понимаю, что она для меня самый близкий человек. Я прошу ему покрасивее. Мне очень помогла мама. Я на самом деле даже не думала, что она мне будет так сильно помогать. У меня даже к ней отношение стало совсем другое. И если бы не мама, мне кажется, мне бы было очень сложно. Володя нас на вокзале не встретил. Его не отпустили с работы. Но это оказалось не самым страшным. Он совершенно ничего не купил для ребенка из того, что я просила. Зайка, это тебе. Спасибо. Ой, какая деть. У вас денег нету. На жилье вы золото сдали. Не, понимаешь. Ну ладно, чувак с рождением поздравил. Но я вижу финансовая грамотность, понимание, как жить, на что брать деньги, где их получить. Прибыль, расход. Чувак умеет считать это все. Девочка маленькая. Какой красавец. Мои уши. Как ты себя чувствуешь после кесарева? Плохо. Я так сильно за тебя переживал. Боялся, что что-то случится. Ты зла на меня? Очень. Ну прости, что тебя не с этим потратил половину денег. Потому что привыкла. Если бы не Маёша, то я бы был бы ***. Ни коляску не купил, ни стирали машину. На самом деле я не хочу уже ссориться. После родов я стала вообще какая-то более спокойная, умиротворенная. Через три дня. Ты что делаешь? Усталость накапливается. Майя плохо спит по ночам. Но я терплю. И жду, что Володя все-таки поймет, что он отец. Володя, ты что в тишине сидишь? Я тебе сказала поменять подгузники и одеть ее. Сейчас сделаю. Ну давай быстрее, я тебе уже давно говорила это делать. Да сейчас ты. Куда торопишься? А ты что кремом не помазал? Что это, Володя? Что? Побольше крема, на. Слишком сильно натянул. Ребенок это очень сложно. Я считаю правильным, что Олеся должна сидеть с ребенком, и я зарабатываю деньги. Папка нам даже коляску не покупает, да? Такой принцесски красивый. Да, скоро я куплю. Мне после родов хочется тепло, заботу, любовь. Все отдавать ребенку, все свои силы, всю свою энергию. А не все вот это вот отдавать проблемам, ссорам. Мне сложно справляться с ребенком. Коляски таки нет. Приходится таскать Майю на руках. Я очень хочу спать. Хотели вдвоем ребенка, а я одна сижу с ней ночами. Ну а что я ей дам? Сиську ей дам. Помогать мне элементарно. У тебя такие же полные обязанности на ребенка, как и у меня. Но почему-то сижу я с ней больше. Я понимаю, что ты работаешь. Ты даже больше сидишь, чем я. С появлением ребенка ты какая-то стала психованная на меня. Мои все позитивные эмоции я выдаю только ребенку. И на тебя у меня эмоции только агрессивные. Когда мы ругаемся, я реально хочу собраться и уйти. Но я не надеюсь на него, что мы там будем до старости. Но я надеюсь, что все-таки мы справимся и будем воспитывать дочь вместе. Понятно. А как же любовь до глупа? Мама мне очень помогала в первые дни. Учила меня обращаться с ребенком. Но часто она у нас быть не может, так как работает. Но если бы не ее поддержка, я не знаю, как бы я справилась. Привет. Что, как дела у вас? Все ***. Что случилось? Да ничего, устала. Володя отмазывается на работе. Потом еще не высыпаюсь. Я говорила, что тяжело будет. Ну, блин, я же не знала, что прям настолько. А ты как думала, ребенок это такая ответственность? Еще у нас аллергия походу какая-то вышла. Не знаю, на что. Что, в больницу не идешь? Одной сложно, я боюсь. Да, конечно, Олесе сейчас сложно, тяжело. Она не справляется. Я вспоминаю сейчас то, что как мне было тяжело. Не знаешь, как, что делать. Моё настроение все хуже. Мне кажется, что семья нужна только мне одной. Володя ведет себя отвратительно. Постоянно задерживается на работе, скидывает трубки. Неужели несчастье с мужчинами передалось мне от бабушки и мамы по наследству? А еще недавно я узнала, что он постоянно общается со своим братом Кириллом. Учитывая, что Дарина теперь воспитывает ребенка одна, я представляю, какие советы дает Володя брат. Что, как дела у тебя с Володей? С Володей все х***. Володя пару дней походил с ней, пощечукался, понянчился, и потом все, типа устал от нее. Он мне не помогает. Еще деньги тратит не туда. А что он тратит? На такси, на обеды. Я за ребенком смотрю, не сплю получается. Готовлю кушать, ложу ему в контейнер, а он их просто тупо не берет. А что он забывает? Кто-либо забывает, деньги тратит. Я ни чуточки не удивлена, я знала, что это все так и было. Да, все мужики такие. Изначально, когда мы начали с ним отношения, он был совсем другой. Вообще на них положиться нельзя. Другой был. Он работал, он учился. И вообще все было хорошо. Еще успел со мной погулять. Мужчины, они бывают то, что после того, как ребенок появляется, они меняются. Да. Ты сама захотела вот это вот, Володю. Захотела ребенка. Абсолютно согласен. Это уже все. Ты ничего не делаешь. У тебя есть ребенок. Тебе его хоть как надо сейчас воспитать. Сейчас после родов Олеся дает добро ребенку, а на меня выливает весь гнев. И мне очень сложно. Я хочу тоже любви и ласки. Старый рассказывает, как жизнь молодого отца. Олеся начинает мозги делать много. Отвернусь на минутку, она сразу пилит меня. Типа говорит, что ты, чего ты не следишь за ребенком? А ты типа и не следишь, или ты следишь? Я слежу за ним, я меняю, помогаю ей, но она говорит, что этого недостаточно. Они вообще сраный народ, эти женщины. Она все время, короче, деньги просит сейчас. Очень много. А тут все женщины такие. У меня уже под кузники, крема все. А что, одна компашка и другая, а эта тоже сидит под друг. Да, они все такие. Такое, эти женщины. Еще про коляску, короче, пилит. А ты чего не купишь коляску? Да я это, деньги все на обед, на проезды, на работы. Что делать будешь? Да жить. Ребенок без коляски. Ну что, ты где? Еду я. Где ты? Едет. Ты что, на флэше катаешь? Жди давай. У тебя что с голосом? Ты что, бухал? Я с голосом, я спать хочу. Тебе, короче, Володя, все. Я думаю, что будущего у нас с Володей нету. Круто. Потому что, ну, не может счастливая жизнь, счастливая семья строится на одних ссорах, проблемах. Зато не скучно. В детстве я достаточно насмотрелась на пьяных отчимов. Я по голосу чувствую, что Володя выпил. Поэтому к ребенку я его не подпущу. И в квартиру он не зайдет. Выскажи ему все на улице. Ты изначально был хорошим, нормальным мужиком. Да, да, ты меня вообще не трогал. Я просто не могу. Тебе вообще б*** до семьи на самом деле. Если было бы б***, я бы не работал. Ты сегодня что, кстати, мне сказал? Я уеду жить, Кирилл. На самом деле я подумал уже развитись. Потому что ты мне мозги делаешь, я тебе мозги делаю. Мы друг от друга устали. Это любовь. Ты так же поступаешь со мной, как Кирилл с Дориной поступают. Какой исход? Это твое решение? Да. А что ты плачешь? Обидно. Потому что ты меня бесишь. Ты о чем подумала? Да. Окей. То есть ты мне сейчас ребенком оставишь? Ты сама решила так? Я в последний раз слышал от нее, когда она говорила, я тебя люблю. Еще типа ляпат. Вообще давно. Как бы это ни было, это, конечно, грустно. Но как оно есть, так оно и есть. Моя мама справилась. Бабушка справилась. И я справлюсь. Конечно. Мам, я еду. Будем жить все вместе. И на следующий день Володя прислал с курьером коляску для Майи. Хоть я и понимаю, что одной мне еще хуже, пока я даже разговаривать с ним не хочу. Спустя три дня Володя попросила встречи. Я был неправ, прости меня. Просто все копится, и я не могу сдержать себя. Я не хочу вас терять. Ни тебя, ни моего. Ты простишь меня? Или... Мне нужно подумать. Я не знаю, что может спасти наши отношения, но я с ней не хочу разводиться. Я очень ее люблю. И дочь люблю. И хочу, чтобы мы были дружной семьей. Я решила дать Володе второй шанс. Я не могу сделать так, чтобы дочь росла без отца. Я понимаю, насколько это сложно. И я думаю, что он изменится все равно ради дочери хотя бы. И ты, и он. Я бы пожелала девочкам в 16 лет, если даже забеременели, то рожать. Ребенок это очень хорошо. А с мужчинами на мужчин никогда не надейтесь. Вообще никогда. Классный совет. Вообще на мужчин надеяться вообще нельзя, блин. Козлы они все, блин. Самое, только вот вообще-то... Ну, в общем-то, вот и весь выпуск. Да. Что скажете? С радостью прочитаю ваши комментарии. Если вы досмотрели, то тоже будет очень приятно, если поддержите это видео лайком. Вам не сложно, мне будет очень приятно. И увидимся в новых выпусках Беременна в 16. Всем пока.